Доброго времени суток, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Хочу показать вам продолжение стройки по ГАЗ Тигру от фирмы Звезда. И вот что на данный момент я уже сделал. Вот как бы всё приложил, как бы показать конструктивно. Ещё ничего не приклеивал, просто повставлял, так как работы ещё много как бы. Но буду вам показывать, что уже сделал. Сделал вот такую вот крышку багажника и кузова. Вот так вот сделал её. Даже самому понравилось, как получилось. Вот так же. Сейчас поснимаю, чтобы не падало. Сделал решётку. Тоже вот так вот получилось. Буду её ещё немножко поправлять. Может быть ещё что-нибудь придумаю. Какую-нибудь бронезащиту здесь спереди. Вот так вот поставил пулемёт. Дуги ещё не клеил в безопасности. Так как сегодня нанёс шпаклёвку. Теперь хочу, чтобы она просохла. И буду обрабатывать её. Вот на данный момент, что делаю. В принципе, работать нравится с моделью. Стыковка деталей хорошая. Вот так же хочу, ребята, показать, как я всё-таки решил поставить дуги. Примерно буду ставить вот так. Надо ещё немножко подогнать всё. Подклеить. Примерно вот так вот будут они стоять. Как бы самый такой оптимальный вариант всё-таки. Ну и, собственно, окрышки багажника. Не окрышки, как правильно, наверное. Задняя дверь багажника. Или кузова. Сделал ручки. Всякие эти. Как бы работа движется. Идёт вперёд. И хотел ещё посоветоваться вот насчёт дверей. Или сюда поставить вот так решётки. Или сверху сделать как бы бронелисты ржавые с прорезями. Тоже ещё не могу определиться. Точнее, как бы, вроде бы, кажется, и решётки будут смотреться красиво. Ну а так же, думаю, что и красиво будет смотреться и бронезащита с бронелистов. Вот, как-то так. Что может быть, ребята, пишите. Советуйте. Тоже буду думать. Например, благодаря вашим советам я определился с задней дверью. Вот. Ну и теперь буду думать, как располагать вооружение в кузове. Как сидение поставить. Более интересно. Ещё тоже не знаю, но... Буду думать. После того, как обработаю данный шов, начну уже работу с кузовом. И хочу гранатомёт поставить здесь на крышу. АГС. Чтобы как бы вперёд стрелял. Если какие-либо преграды, чтобы с гранатомёта могла машина наносить удар. Вот. Ну и так же напишите, стоит бронировать саму морду автомобиля. Или не стоит. Ну, я думаю, может сюда какие-нибудь бронелисты и стоят. Ржавые пределы. Чтобы защищало колёса, резину. Да и не очень, если честно, мне нравятся покрышки от фирмы «Звезда». Да, они спешили очень и сделали так. Или, не знаю, но они какие-то получились замыленные. То есть, сам протектор какой-то, если честно, непонятно какой. Всё-таки у «Мэнго» в этом плане резина была намного интереснее и лучше. Но, как я показывал в предыдущем видео, разница ощутимая у «Мэнго» и у «Звезды». То есть, вот насколько «Мэнго» резина больше. Но при этом, при всём, намного красивее протектор. Конечно, было бы возможности, а с удовольствием бы заменил бы колёса и поставил бы, например, от БТР-А70 или от БТР-А80. Ну, или даже от того же ГАЗ-66, ну, с «Малине». Но пока что у меня данной возможности нет. И будем довольствоваться тем, что есть на данный момент. Ну, в принципе, на этом, наверное, заканчиваю своё видео. Кому интересно, продолжайте смотреть следующие части. Как бы постараюсь его делать немножко побыстрее. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Хочу сказать всем большое спасибо, кто комментирует мои видео, кто ставит лайки. Спасибо вам, друзья, за вашу поддержку, за вашу помощь. Значит, понимаешь, что снимаешь видео не зря, что кому-то они помогают, кому-то они нравятся. То есть, приятного просмотра. До свидания, спасибо. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Смотрите фотографии в конце видео. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА